здравствуйте как ночевали ну слава богу с вами василич расскажу старые заготовки когда только в союз входили вот такие пакетики грунтон и заваривали грунтон кушали хорошее подспорье было на природе и так быстро перекусить ну где-то в двухтысячных годов стали изобретать что можно приготовить с этих пакетиков вот я расскажу одну такую пасту готовили которая использовалась закусить на ужин на завтрак полдник на скорую руку так забежал домой быстро бутик нам мазал с кофейком чайком выпил аппетитно хорошо и не толстеешь от этого но вкус вообще обалденный мужики некоторые хоть и смеялись а выезжая на природу или где что брали делали закуску под водочку ну и сама гоночку отличная штука ну вот рассказываю берем ротом и прямо не распечатывая начинаем лопается упаковка разминать разминаем пальцами ощущаем что он мелко разламывается разминаем переворачиваем опять разминаем сказать наломался там мелкую фракцию тщательно хорошо переминаем комочек почувствовали пальчиками пытайтесь раздавить его если он убегает берем пачку переворачивая он оседает в общую массу и берем тщательно так мне он этот пакетик берем два пакетика два пакетика и разминаем это тоже готовый 2 пакетик и тоже стараемся размять его размять его размять лапша со вкусом разная бывает не полюбилась а многих краях областях в республиках можно сказать деревне города это ротом с курицей курицей читаю вкусное блюдо с него проходит ну а на любителей с мясом есть и с приветками что только нет это заправка вот берем номинает на мяре все переворачиваем кричем и проверяем ручки а вот комочек попался моего стараемся раздавить мелко было мелко мелко наминаем раньше вот берем и сейчас соус сделаем предварительная ну где-то полстакана 200 граммового вылил сюда кипяченой водички ну теплая тепленькая почему я так делаю раньше продавались ну продавался майонез 200 граммовые такие маленькие баночки он там как раз был и не густой и не жидкий среднего разлива можно так сказать и и когда он соединялся вот это вот с ротом то есть вермишелькой то происходило набухание медленно набухал у нас ротом и было хорошо а сейчас сделаю то густой в общем надо бы жидкости побольше чтобы набух у нас ротом вот я и налил водички водички чтобы сделать нам вот это вот жидкий жидкий как бы рассолчик берут провансал выдавливая его не жалейте вот на две пачки где-то 200 250 грамм майонезу берете ложечку ложечку и размешиваете чтоб он у нас разошелся и был помягче то есть пожиже берется вот так вот и размешивается эту массу к стенке чтобы быстрее разошелся холодной когда водички наливаешь что медленно майонез у нас расходится размешивайте размешивайте его вот так вот чтобы однородная масса была и получается ну где то вот так вот вот так вот еще надо получено размешать размешиваем так берем чеснокодавку ну и на любителя кто поострее то можно и 3-4 зубчика применить ну я беру выбрал вот два один большой один поменьше ложу закладываю чеснок и разминаю его сюда приправу берем счищаем счищаем открываем большой зубчик вставляем вставляем его вот и как говорится нажимаем нажимаем он мнется и выкладываю в емкость у нас берем счищаем счищаем открываем смотрим вот у нас можно это положить обратно которая части продавить видите продавилась и всю эту массу вместе чесноком берем и размешиваем распределяем одинаково по нашей этой емкости контейнер берем открываем ротом ротом открыли достаем достаем это сам ротом ротом вылетел лопнула упаковка вот приправка которая находится в ротом берем и вот приправа такая открываем открываем и высыпаем высыпаем вот берем и размешиваем вот так вот размешиваем полностью со стенок он прилипает мы берем размешиваем концентрацию одинаково делаем потом берем этот пакетик и распределяем его по всему контейнер по всему контейнеру и перемешиваем видите мелко и перемешиваем и перемешиваем вот так вот перемешиваем открываем вторую пачку открываем вторую пачку так вот сложно что не разлетелось ничего достаем приправы приправы вторую приправу Но хочу вас предупредить, вторую приправу со второй пачки мы не высыпаем, думайте почему, вот я вам поясню, а там решайте сами, чтобы не испортить блюдо, лучше потом досолите, посолите, приправите, как вам душе угодно, ваше. Вот, если добавить второй пакетик сюда, то будет очень вкусовые качества, приторные такие приправы и соли много, то есть получается у нас пересол. Ну я беру, оставляю, а саму лапшу, пакетика, опять распределяю по всей емкости, высыпаю полностью, полностью высыпаю, вот, высыпаю и начинаем заново перемешивать. Вот, теперь сами убедились, первую я высыпал, был пожиже, вторую высыпаю, у нас становится погуще, погуще эта масса вся у нас. Размешиваем вот так вот хорошо, так, чтобы с ложечки тоже, эта вермишелька села сюда в емкость, в нашу. Вот, там емкости у меня заняты, под холодцом, а здесь, вот такая большая, но она не большая, а еще и, как говорится, увеличится в объеме. Вот, самое нормальное, я думаю, чтобы убрать в холодильник. Вот мы перемешиваем, теперь, теперь смотрим. Да, у нас не горячая, не теплая, в холодном состоянии масса, то есть емкость у нас, она холодная, значит и масса у нас прохладная. В таком виде, в таком виде, вот, мы берем, закрываем крышечкой, вот, в эту сторону, закрываем емкость крышечкой и минут 30, минут 30, 40, разницы нету. И не будет, вот, закрыли, пускай постоит при комнатной температуре. Вот, постояло 40-30 минут, вы подходите, открываете эту емкость, видите, я быстро хожу, и начинаете все перемешивать, перемешивать. То есть, у нас лапша начнет разбухать и становиться, как говорится, плотнее. Вот, такой жидкой не будет. Ну и через 40 минут, вы Эту емкость, ну или в чем вы будете готовить, там, в чашечке, там, в баночке, закрываете и убираете в холодильник. Ну вот, достали, прошло 6 часов, мы перемешивали хорошо. Вот, теперь, а, даже ложка стоит. Видите, какой получился у нас красивый джем, не джем. Вот, еще раз, сейчас будем намазывать и перемешаем, видите, в объеме сколько. То есть, не зря взяли большую емкость, побольше. Вот, еще раз, вот, если мешать постоянно, то оно и мягче будет, стоит. Ну как же, очень вкусно. Теперь я покажу, значит, берем хлеб черный, и кусочки вот такие вот, например, нарезаем черного хлеба, черного хлеба, а также можно взять булочку, любую булочку, вот, и нарежем, нарежем булочку у нас, вот такими вот кусочками. Ну, у нас булочка эта свежая, мягкая, но ничего страшного. Вот, вот, таким образом. Булочка у нас. Берем кусочек хлеба, кусочек хлеба, а это уберем, чтобы не мешалось нам. Вот, берем эту приготовленную массу, вот, и на хлебушек распределяем. На хлебушек распределяем его, вот, вот, так вот. По всему хлебушку распределяем. Вот, распределяем. Не жалеем, не жалеем, видите, с толстым слоем. Ложим, например, один кусочек, вот, берем второй кусочек. Так же, равномерно, не жалеем, распределяем сверху кусочка. Вот так вот. Эту массу. Вот. Распределяем. Даже много взял, некуда крепиться будет. Вот так вот. Видите, какой красивый кусочек получается. Так же, вот, булочка. Берем и мажем на булочку. Вот так вот. Мажем на булочку. Можно батон брать. Вот. Булочки. Вот так. Даже там на вкус прибежала кисонька. Как вкусно у нас. Киса тоже любит у нас покушать. И картошку сырую ест. Банан и все прочее. Огурчики ест. Услышала запах. Прибежала, смотрит. Что же это вкусное батя приготовил-то? Вот. Берем кусочек этот. Ложим на тарелочку. Вот так. Маленький этот. Чувак и сынка. Ну ладно, вкусно пахнет. Ну я дам, дам. Вот. Кошки и те знают толку закуски. Да. Вот. Приготовили такие бутики. Сделали кофеек. Кто чаек. Кто что хочет. Кто пиласик. Кто самогонку беленькую. Берем и пробуем. Ребята. Вкус отменный. Ммм. Да кофейком еще. Ммм. Так что делайте, не пожалеете. И казна сильно ваша не пострадает. Ну и вкусный завтрак, обед, ужин. И так перекусить. С вами был Ильич. Пока-пока.